На порталах TheGate поступил вопрос, существует ли созависимость или это какое-то новое слово. Скажу кратко, по поводу данного вопроса готовил некую подборку, включающуюся лекции и тексты, их можно найти, набрав в поисковой строке, спорюливая концепция созависимости, лекции, тексты, романах и прокопия. Можно предположить, что эта теория является ложной. Во-первых, она возникла в атомизированном западном обществе, где люди уже утратили какие-то смысловые вертикали, которые позволяют им наладить конструктивные взаимоотношения друг с другом. Но это общество там, где его увольняют с улыбкой. И термин предполагает, что вследствие того, что в семье появляются независимые, остальные члены семьи деформируются. Но в чем стоит ошибка? Что люди деформируются не столько потому, что появился какой-то зависимый член семьи, сколько потому, что у остальных членов семьи не было какой-то здоровой картины мира, не было понимания, для чего они живут. Также, например, если мы вспомним историю конструкционных лагерей, некоторые люди, попадая в конструкционные лагеря, сохраняли то качество, которое сейчас современно называют субъектностью. То есть поступить в соответствии с каким-то внутренним принципом, а не в соответствии с тем, к чему тебя толкает окружающая обстановка. Если люди кругом теряют человеческий облик отнимать другую еды, человек, у которого развита качество субъектности, он понимает, что он не должен отнимать другую еду, потому что я деградирую, я теряю свою связь с Богом, я падаю морально все ниже и ниже. И те люди, когда падали морально, они и погибали. И, соответственно, человеку с таким качеством он не терял себя как человека. Если у человека, соответственно, нет вот этого качества, нет понимания, для чего он живет, нет каких-то здоровых навыков взаимоотношений с ближними, то он неизбежно всюду будет страдать. В каких-то проблемных ситуациях, если назовут обидным словом, он будет об этом сутками думать. И, соответственно, ведь задача состоит не столько в том, чтобы человека оторвать от контакта с зависимым родственником, который тебя мучает, на тобой издевается, а дать человеку стержень, чтобы он мог научиться в этой ситуации ориентироваться. Может быть, действительно, некоторые ситуации приводят к тому, что человека нужно изолировать, потому что возникают угрозы в жизни детей, если уже пьяные папки кидаются с ножом. Но если ситуация не стала столь критичной, нужно вкладывать самого человека, поднимать его уровень, и тогда он сам разберется. И в этом смысле можно даже посмотреть, например, женщинам, книги, которые написаны женщинам, которые прошли конституционные лагеря. Ольга Адамова-Сляцберск написала книгу «Путь». Хоть она там ничего не пишет о вере, но хотя бы она пишет с позиции человечества. Что делать? В те годы многие люди были неверующими, но многие люди сохранили эту человеческую себе. Верующая женщина Ефросинь Крестановская, сколько стоит человек? Люди оказывались в невероятно сложной ситуации, где вообще непонятно, что поступать. Ситуация тебя ломала ежедневно, но почему-то они не сломались. И вот развитие тех качеств, которые мы встречаем у этих женщин, выводит человека из проблемы, помогает ей найти какой-то свой путь. Но попытка просто эту женщину отсечь от пьяного мужа приводит к чему? Что женщина, допустим, она развелась, но если она осталась на своем уровне, то она тут же находит какую-то другую проблему. Она начинает печалиться от того, что она больна, от того, что молодость ушла, от того, что какие-то проблемы происходят на Ближнем Востоке. То есть она не найдет, в чем переживать. И главная проблема, может быть, и ложность этой теории в том, что она нацелена на отсечение человека от, может быть, объекта, который вызывает страдания, а не на возрастание в человеке человеческом. Потому что человек, который вот обрел это качество, да, драгоценное, кстати, которое, ну, само собой, формируется, когда у человека есть христианская культура. Ведь в чем смысл православного понимания человеческого достоинства? Вот Лоский, наш богослов, говорил, что на человека всегда действуют внешние факторы, историческая обстановка, его какие-то внутренние условия. Ну, какие внутренние условия? Может быть, голод. Голод всех ломает, да? И вот современная концепция как раз зависимости настроится на биологическое восприятие человека. Да, но мы понимаем, что ведь голод на всех действиях, мы все биологически запрогрели на голод. Вот, но один человек убивает других, когда голоден, другой, даже в какой-то физической ситуации, делится с другими, кстати, больше шансов выжить у второго. Потому что второй сохраняет в себе трезвость ума и человеческая. И поэтому, соответственно, когда мы даем человеку вот эту некую доброедель, достоинство, а достоинство – это способность подняться человеком над теми сигналами историческими, биологическими, да, тогда человек и выходит из-за этой проблемы. Он уже сам самостоятельно ищет путь. И самое главное, эта ситуация не давляет над ним. Да, есть, он уже, во-первых, он себя ведет настолько по-другому, что если, например, его раньше пищу родственник унижал, то теперь просто уже как бы рука особо не поднимается, потому что ты понимаешь, что перед тобой стоит уже не испуганное животное, а человеку, у которого вот это достоинство к нему вернулось. И ты уже с ним просто понимаешь, что ты не можешь с ним себя уже так вести. А об остальном в лекциях и текстах, о которых я сказал. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.